Друзья, доброе всем утро! Меня зовут Липомир Борода, это мой канал. Сегодня ролик интересный, необычный. Как вы знаете, недавно я заехал в новое помещение, которое мне достаточно нравится, в котором я пытаюсь сделать уют, из которого в конце рабочего дня мне все время не хочется уходить, потому что есть незавершенные дела, и, собственно, чувствую я себя там комфортно. Дочка предложила мне снять видос 24 часа на работе. Типа, таким образом, папа, ты насладишься своим новым помещением и успеешь делать все свои дела. Надо раздеться. И я давно хотел навести здесь уборку. Помыть полы, все красиво предраставить, вытереть пыль, собственно. Этим мы с утра и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сборка мы завершили. На часах у нас сейчас 8 часов 20 минут. Вот, теперь тут свежо, хорошо дышать, приятно. Вот, и, собственно, я на сегодня запланировал некоторое количество дел. Возможно, дела будут приобретаться еще. Вот, так как я чувак всесторонний, дел у меня достаточно. И они в разной сфере, да, это связано и с торговлей, чаем, бородатой продукцией, каких-то аксессуаров, это бренд Hard Drive и прочее. И очень часто я зависаю только на переписке с людьми, с которыми работаю, то есть с партнерами. Вот, например, сейчас мне уже пишет Володя, компания Manly Club, мы с ним обсуждаем один продукт, о котором я, кстати, вам сегодня расскажу. Вот, ну, сейчас на первом месте у меня стоит, конечно же, заказ водички, потому что воды у меня осталось совсем мало. Вот, и сегодня придется весь день пить чай. И обязательно мне сейчас надо запустить акцию, ну, тоже в Инстаграм, giveaway, для сети пиццерий, с которыми я сотрудничаю. Да, здравствуйте. Да, водичку надо, на тот же радость. Да, сегодня весь день здесь. Желательно часиков до 12, чтобы уже было, а то я высохну. Спасибо большое. Хорошего дня. Так, время уже 9 часов 10 минут. Вот сколько я с акцией провозил. Сына, опять же, пока я писал условия для проведения акции, там все это собирал. Попутно пишут люди, да, что-то спрашивают, кто-то хочет заказать чай и прочее. Ну, и, соответственно, уже идет такой рабочий процесс, так сказать. Вот, для розыгрыша обычно что я делаю? Я пишу, ну, еще давно привык, вот есть блокнот, да, текстовой формат. Вот, потом собираю хэштеги в Инстаграм по популярным, плюс добавляю хэштеги своего города, тематические хэштеги, ну, все как обычно. Вот, собираю полностью публикацию с картинкой, со всеми делами и закидываю себе в Телеграм. Я используюсь ботом, текст Инстабот называется, оставляю ссылочку на него, очень крутая штука. Он расставляет все пробелы, все абзацы, все, короче, всю пунктуацию он соблюдает ровно так, как вы написали. То есть иногда бывает Инстаграм что-то смазывает, если вы пишете, а с текст Инстаботом все получается очень круто. Вот, соответственно, я в него полностью это все закидываю, и с него потом просто уже с телефона, сидя на смартфоне, я это дело копирую. В Инстаграм, а, в Телегу, кстати, всякие картинки и прочие штуки я кидаю прям в свой аккаунт, да, когда вы сами себя находите в Телеге, появляется такой, типа, аккаунт, контакт, называется «Избранная», да, это ваш личный, вот, и вы можете сами себе накидывать все, что угодно, никто это не увидит, и вы таким образом можете сохранять картинки, заметки и прочие дела. Вот я документом кидаю туда картинку, картинку потом сохраняю на телефон, захожу в профиль и закидываю туда акционную картинку сразу с текстом, который у меня уже в буфере. Собственно, важное дело номер один мы сегодня сделали, и даже важное дело номер два, потому что уборка – это тоже крутое дело. Ну, а теперь будем пить чай. Я не какой-то там суперчайный разбиральц, да, или чайный курман, а в свое время Руслан из Чаюна показал мне, познакомил меня с пуэром, так сказать. Вот мне понравилось, я стал пить, но чтобы как-то особо сильно я увлекся прям традицией, да, и всевозможными чаями, но такого пока не случилось. То есть мне это нравится, но я понимаю, что это достаточно долгий путь, на который тоже нужно время. Вот чай очень любит время, он любит, как бы, чай не любит спешки, вот так можно сказать. А так как я все время, вот, тороплюсь, все время какие-то у меня дела, то время найти на чай у меня получается не всегда. Вот благодаря тому, что я сейчас заехал в это новое помещение, тут более-менее я уже становлюсь уравновешенным, я могу распределять свои какие-то обязанности, да, более детально планировать свое время и уделять время на чай, потому что время на чай – это время на разговоры с самим собой, вот, на обдумывание каких-то дел, и, соответственно, это время, ну, точно не теряется впустую. Плюс это своеобразная медитация, что ли. Ну, это классно, это именно возможность пообщаться с самим собой наедине. Либо, когда приходят к вам в гости друзья, пообщаться с друзьями. Ну, и по поводу чаев. У меня иногда спрашивают, что я пью, вот, пока что я пью шу-пуэры, вот. Вот, стараюсь пробовать разные, ну, более-таки середнячковые, не по цене самолета. Иногда, когда мне либо дарят, либо угощают, либо я даже покупаю какой-то, ну, кайфовый и дороговатый даже, ну, как бы для меня плеерчик, ну, я тоже его попиваю и чаще всего разделяю его с друзьями, вот. Сам же повседневно пью тот чай, который по итогу появился у меня в продаже, так как, опять же, вы у меня его спрашивали, мои там друзья, знакомые, покупатели, клиенты, типа, а что ты такое пьешь, а можно ли нам попробовать? Спросил один, спросил второй, третий, четвертый. Вот, и в итоге пришлось, даже не то, чтобы пришлось, я рад тому, что это пришлось делать, вот, я стал немножечко заниматься реализацией пуэрчиков, вот, поэтому можете смело ко мне обращаться. Вот, еще раз повторюсь, я не чайный гуру, вот, и сейчас это выглядит так, то, что люди, которые хотят познакомиться, наверное, с пуэром, понять, ну, примерно, что это такое, попробовать, вот, смело можно обращаться ко мне, вот, именно, как для старта, с меня можно начинать. Хорошо. Сейчас на часах 10.35, как бы, чай чаем, все хорошо, все прекрасно, я прям тащусь, но есть тоже надо. Вот, первое, заказываю доставку сейчас в пиццерии Челентано, в сеть пиццерии, ну, она есть по всей Украине, вы знаете, в принципе, что я не рассказывать. Вот, единственное, что рядом со мной есть пиццерия, в которой есть диетическое меню, вот, и эта пиццерия предлагает скидку для всех, кто занимается в Септем фитнес-клуб, у нас такой есть в Николаеве, у нас есть возможность воспользоваться карточкой, заплатить на 20% меньше и поесть чего-нибудь, так сказать, диетического. Пока мне везут, готовят и везут еду, хотел тоже поделиться с вами одной из специфик моей, так сказать, работы, да, ну, как вы уже знаете, занимаюсь много чем, а также в мою деятельность входит тестирование пробников продукции для волос и для бороды, не то, чтобы я там какой-то профессиональный тестировщик, но так как я этим занимаюсь, то есть я представляю интересы некоторых брендов, да, и представляю их косметику, ну, продаю ее, так сказать. Соответственно, многим интересно мое мнение, как покупателям, так и производителям. И когда новые какие-то бренды пытаются зайти на рынок, я вхожу в число тех, к кому они обращаются в качестве тестировщика, то есть они присылают мне свои тестеры и просят мое мнение. Некоторые грамотно к этому подходят и, например, разрабатывая продукт, присылают, спрашивают мнение, я им говорю, они присылают доработанный и еще, еще доработанный, и только после того, когда они соберут мнение многих тестировщиков, различные мнения, различные там отзывы и прочее, они после этого выпускают продукт и запускают его в продажу. Есть другие, которые сначала что-то варят, короче, делают красивую упаковку, инстаграм-аккаунт, сразу ставят цены и, типа, пишут, мы работаем со всеми, мы самый премиум, короче, мы революционный продукт, и уже пытаются сначала скинуть тебе прайс оптовый и, типа, сказать, вот, покупайте у нас, мы вот такие вот крутые. Вот, когда ты просишь у них прислать что-то на тест, они иногда даже пытаются тебе это продать, ну, типа, по оптовой цене, либо, чтобы ты заплатил за доставку, ну, короче, всяких разных бывает много, но часто попадал, ну, я сталкивался с тем, что те, кто о себе громко заявляет, по факту оказывается, ну, каким-нибудь фуфлом и потом очень быстро с рынка пропадает. На рынке задерживается очень мало и реально топовые хорошие производители, которые потом плавно перетекают и на Европу и пользуются популярностью и там. Вот, сейчас у меня тоже на тесте несколько брендов, вот, один я тестирую уже около двух месяцев, там есть и мыло, и воски для бороды, вот, сейчас масло для бороды, они мне прислали самое интересное, что масло вот такое прикольное, оно озонированное, и когда ты его нюхаешь, оно пахнет реально помещением, когда его вот кварцуют. Вот, хорошо это или плохо, непонятно, это просто необычно, а для чего озонируют, я еще пока у них не узнавал, но, наверное, в этом есть какой-то свой прикол, вот, будем тестить дальше. А вчера, ой, вчера пришло, короче, вчера-позавчера пришли на тест продукты для бороды, для волос, то есть там помада для волос матовая и еще какая-то херь тоже для волос и плюс что-то для бороды. Короче, я намазал себе на волосы и почувствовал запах ацетона, то есть я не переношу запах ацетона, лака для вот этого, жидкости для снятия лака, краски, когда в подъезде каком-то покрашенном, реально сразу начинает болеть голова. А тут, представляете, я это растираю на ладонях, думаю, блин, где-то что-то красят, что ли. Потом наношу на волосы и понимаю, что это пахнет вот этой вот херь, которую сварили. Блин, у меня так было неудобно, потому что я это сделал в офисе, соответственно, в офисе я не могу с волос это дело снять, смыть, блин, и мне приходится терпеть до вечера, а эта штука меня преследует. То есть ты идешь, а у тебя этот запах, короче, идешь и, блин, и он пахнет. Это настолько неприятно, я даже не стал обращать внимание, круто ли легли мои волосы, потому что этим я пользоваться, ну, просто не буду, невозможно. Вот, а потом вчера я рискнул попробовать еще средства для бороды от них. Там тоже написано какой-то стронг, монг, там, типа, что все круто, блин, революция. Короче, растираю на ладонях, это очень жирная херь, ужасно жирная херь. Я даже не вспомню, встречал я вообще в продуктах, в бальзамах для бороды такую жирную херню, масло, наверное, менее жирное, чем вот это. Намазал я эту херню на бороду, и это пахнет, я тут долго не мог вспомнить запах, потом врубился, это вазелин. Ну, на упаковке написаны совсем другие, конечно, там, составляющие, но, по сути, пахнет ужасно вазелином, и, в принципе, если бы я намазал вазелин на бороду, был бы точно такой же эффект. Плюс еще в этом запахе чувствуется присутствие, знаете, такого прогорклого масла. А представляете, это же борода и усы, когда ты мажешь эту срань себе вот сюда на лицо, ты идешь, и этот запах тебя все время преследует. И та же самая картина, пока я, блин, не добежал до дома, мне пришлось нюхать вот эту вот херь. Остался еще один продукт от этого производителя, который я боюсь даже открывать. Вот, поэтому вот такое случается. Как называется производитель, говорить не буду, потому что он реально за антирекламой, и, возможно, люди потом поработают и сделают круто, но сегодня мне приходится выкидывать это в мусорное бедро. Мне привезли еду. Сейчас будем завтракать. Так, давайте смотреть, что нам привезли. Дветочки, ложечки. Еще один контейнер. Ого, класс. Три контейнера. Что тут еще? О, и реклама. Челентерна, доставка пиццы и блюд. Ну что, погнали. А то я уже очень сильно хочу есть. Три совершенно одинаковых лоточка. Будем их все по очереди открывать, чтобы посмотреть, что у нас там. Опа, сырнички. Вот, сырники в Челентано я очень люблю. Собственно, с них я и начну. Сырников я заказывал две порции. Если я хожу в Челентано по утрам, то я все время беру у них сырнички. Их приходится немножко ждать, потому что это не разогретые там в микроволновке, и они готовят их под заказ. Вот у меня уже слинки текут. Это реально вкусная штука. Ммм, горяченькие. Заказ я ждал... Ммм, 25... 25 минут. За 25 минут, после того, как я сделал заказ, мне привезли горячие сырники, привезли омлет с овощами. Вот, я считаю, что это очень даже неплохо. Вот это блюдо я заказывал впервые, и даже когда в Челентано я ходил, я... Ну, омлет с овощами я никогда не заказывал. Оп! Ничего себе! Интересненько! Пока я ел сырники и разговариваю с вами, омлет немножечко подостыл, но... Он от этого не стал хуже. Огромное спасибо пиццерии Челентано за классный, быстрый, суперский, супный завтрак. Вот. Я чувствую себя уверенно и перехожу к дальнейшей своей работе. А сейчас будет одна очень крутая, как по мне, интересная штука. Ну, есть люди, которые, да, как я уже говорил, мне доверяют, им интересно мое мнение, и им хочется чего-то от меня. Поэтому часто спрашиваю, типа, Любомир, есть ли у вас какой-то продукт, который вы рекомендуете. Вот. Я много продуктов рекомендую, много мне интересных, но свое все-таки хотелось. И, там, занимаясь спортом в зале, мне как-то пришла в голову идея, чтобы... чтобы в голову идея сделать какой-то такой бальзам, может быть, знаете, там, для спортсменов, потому что ты сильно потеешь, там, еще что-то, а хочется, чтобы борода была красивой. Ну, и, собственно, я закинул эту идею в Manly Club, Володя. Вот. Потом говорю, ну, как-то, знаете, там, спорт этот сильно за уши притянут, а хочется просто какого-то классного бальзама, чтобы он был кайфный. Вот. И, соответственно, я рассказал ему, что я хочу от этого бальзама. Ну, учитывая, там, мой опыт, чем я пользовался. Сейчас куча восков, масел, чего только нету, как бы, а хотелось чего-то такого вот своего. Не то, чтобы, блин, там, революционный и что-то взорвать. Да, просто хороший, качественный, удобный бальзам. И с запахом, который мне нравится. Тут хвоя, я люблю лесную тему. Энергетика и, соответственно, хвойный мне очень заходит. Тут крутая консистенция. Тут сделано, в принципе, все так, как нравится мне. Это трудно объяснить, это надо брать и пробовать. Я скидываю с фотоаппарата на телефон, редактирую в Lightroom, я этим грешу. Вот. И подготавливаю картинку под Instagram. А потом, самый главный процесс, я пишу позиционный текст за ноутбуком. И по той же схеме, как я делал сегодня уже, там, giveaway, да, я также все скидываю себе в телефон через текст Instabot и запиливаю это в свой Instagram. Сейчас дня. Вот. Я завершил с презентацией от этого бальзама. Я его отфоткал, обработал, закинул пост в Instagram. Вот. Плюс ко мне приходил клиент, купил моточек паракорды, ушел. Вот. Сейчас мне должны привезти с крафтовой коптильни, сальцо и какие-то копчености для перекусов. То есть люди переживают, как же я 24 часа в офисе. И вот крафтовая коптильня Николаевская решила, так сказать, позволить меня поддержать своими вкусностями. Сегодня в планах еще плетение браслета. Вот. Насколько насыщенный. И не думайте, что это я специально подготовил все на сегодня. По сути, практически каждый день он вот такого плана разнообразный. Единственное, что презентация у нас не каждый день, а там плетение, создание каких-то публикаций, встреча клиентов, чай, какие-то фишки, съемки, оно, в принципе, происходит каждый день. Ну что, давайте смотреть коптильню. Хлебушек они мне привезли к сальцу. О, это, я думаю, будет очень вкусно. И уже совсем не диетическое меню пошло. Вот. Хоть есть я и не хочу, но вот это дело мне хочется открыть уже и вам показать, а потом спрятать и есть чуть-чуть попозже. просто так все красиво упаковано, блин. Блин. Вегетарианцев, прошу, отойти от экранов. Хорошо, что я не снимаю сторис в инстаграм. Мне кажется, если бы я сейчас это показал в сторис в инстаграм, ко мне набежала бы куча гостей на мое сальцо. Так, на часах время уже три часа дня, 15.00. Вот, браслеты даже не начинал плести еще. Я залип на прайсы по чаю, получил свежие прайсы на чай, пока я их все просмотрел, пока примерно сообразил, что бы я хотел приобрести, купить себе для витрины на продажу. Вот, собственно, уже прошло столько времени. плюс завалена личка в инстаграм директ по поводу новых вот этих вот бальзамов. Воду не везут. Вообще, блин. Здравствуйте, я на сегодня водичку заказывал, мне говорили, что до часу привезут, а уже три. Все, спасибо, буду ждать. не хотят везти мне воду. Без воды будет сложно. У меня вот есть только полторы бутылочки моршинской, но этого не хватит попить чайку. Позвонили, привезли водичку, но, судя по всему, на пятый этаж пешком подниматься никто не хочет. Поэтому звонят и говорят, спуститесь, пожалуйста, объясните водителю, как к вам подняться. А, собственно, курьер включил дурочка, сказал то, что ему объяснили, что на входе должен быть домофон, но никакого домофона нет. Я говорю, да, это пятый этаж. Ну, как-то он мне не предложил на пятый этаж все это дело поднимать. Говорит, а, ну, разберите, да. Ну, и хорошо. Чиков. Вообще, по доставке новой почты, я пользуюсь бизнес-кабинетом новой почты. Знаете, такое, наверное, да? Это сайт, либо мобильное приложение, в котором, ну, вот, на работе я пользуюсь сайтом, либо мобильное приложение, где вы сами можете оформлять доставку и за это, за каждую посылочку получать по 2 гривны бонуса. Когда вы отправляете много посылок, например, так как и оттуда, в принципе, бонусного счета хватает иногда оплатить получение каких-либо отправлений, либо когда вы отправляете что-то там бесплатное. Поковал пока четыре штучки, остальные не отзываются, потому что пишут, решают, вдруг кто-то захочет еще что-то заказать, поэтому я пока не тороплюсь с упаковочкой. Пришло все-таки время сплести браслет, конечно, весь процесс плетения я показывать не буду, потому что в этом видосе я просто показываю, чем я себя заморачиваю в течение суток. Время, кстати, уже 15.51. Это будет браслет с молотом Тора, простенький, миниатюрный, черный. Почти что я наделал этот браслет. Вот, браслетик я связал, уже даже упаковал, забыл им показать. Так, время 17.06. Посылочки упаковал, все сделал, пришло время небольшого перекуса. Вот, время попробовать что нам привезла коптильня. извините, что я вот снимаю процесс еды. Ну, это же выпуск про то, что я делаю 24 часа. Ммм, это вкусно. Я уже думаю, может даже не стоит заказывать сегодня никакой ужин. По сути, чай есть, мясо есть, сало есть, хлеб есть, вода есть. Разве что что-то горяченького. Ну, пока я думаю, мне даже так тайфово. А просто хочется сесть, попить чаю, может быть, что-то посмотреть. А еще будет круто, если ко мне кто-нибудь идет в гости. По идее, были такие желающие, может быть, кто-то даже заскочит. Время уже 18.27. К мне приходила дочка с женой. Мы попили с ними чаечек, допиваю последнее. Мне хорошо. Работать пока не хочется. И, скорее всего, сейчас придут еще гости. Короче, как я и говорил, сезон гостей у меня, блин, пошло. Время гостей. Под вечер все разморозились. Вот, сейчас мы чаю попили и ко мне опять идут чай. Ну, и, соответственно, я этих людей снимать не буду, потому что, ну, как-то, не очень я люблю снимать чужих людей. Возможно, им будет неловко. Время 22.40 уже. Что хочу сказать. Чай это такая тема, которую ты начинаешь пить. То есть, начинаешь пить, не можешь остановиться. Вот, к тебе приходят гости, ты пьешь с ними чай, начинаешь о чем-то беседовать, и это затягивается надолго. Вот, и, как-то так классно, хорошей компанией, там, с одним, со вторым потрясал, и уже хоп, и время. И, собственно, работать, конечно, мне уже особо не хочется, да и, в принципе, все дела, которые надо было сделать, я переделал, вот, поэтому такой формат 24 часов получается интересный, да, первую половину времени я усердно трудился и делал кучу всяких штук, вот, а вторую пил чай, общался, и это, в принципе, тоже классно, вот. Делать что-то сейчас, но, все-таки, уже поздно, пора спать. Изначально я планировал не спать всю ночь, чем до себя заморачивать, но, пока я не думаю, какая бы заморочка мне была интересна, чтобы прямо вот не спать, вот, еще немножко посижу, а, и что еще неудобно, что еще неудобно, неудобно только одно во всем вот этом движи, это то, что ты целый день ходишь в одних и тех же вещах, собственно, не переодеваюсь, и как-то не очень. Как-то примерно вот так выглядит моя кровать. Это спальный мешок, подушечки, ну, и, собственно, в голове подушечек чуть-чуть побольше. Час сорок две, не сплю. Знаете, почему? Во-первых, опился чая, и, блин, мне от него приюще до сих пор, что мысли всякие гуляют в голове, а с вами не идет. Во-вторых, из-за этого же чая постоянно их вижу вссать. Все, 6.20 все-таки встает, опять начал заебать. встает. 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 Что-то у нас сейчас 6.36, а хрип, это полночи проспался, это какая-то честь ночи, была открыта форточка, может из-за этого, но суть короче, 6.36, если вчера с утра я сюда шел с восторженным настроением, что у меня такая классная работа, что я могу провести здесь 24 часа, мне вообще не надоест и мне вообще не хочется отсюда уходить, ну реально мне каждый день прям не хочется идти, потому что мне здесь кайфово и хочется прям что-то делать, делать и делать, то на данный момент я хочу домой, то есть вот именно сама ночь, она немножечко отпила желание вообще отсюда никуда не уходить, то есть вывод даже для себя такой, что какое бы место для творчества не было квартиру, для чего это лучше дома.